Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить удочку для ловли ранней весной, для верховода, для красика маленького. Для этого нам понадобится удочка, леска, я вот выбрал 0,25 нагрузкой 7 кг, катушка, поплавок, топорные кольца, вертлюзок, крючки со мной собой, и еще леска, вот у меня 0,12 нагрузкой 4 кг. Берем катушку, я уже намотал, как вы видите, 25 метров, я думаю, больше нам не понадобится, это удочка, не кормак, не пиннис, не фидис, надеваем катушку на удочку, надели мы катушку на удочку, продели леску через кольца, следующее, что нам надо, это надеть стопорное кольцо, для плавающего поплавка. это все просто, не с усиками, засовываем леску в усика, надеваем колечко, одно поплавное кольцо надето. Играем поплавок, у меня их два, на грамм и на полтора грамм. Я думаю, для верховода нам будет одного грамма, более чем достаточно. Надеваем второе стопорное кольцо, для фиксации поплавка. Поплавок у нас готов, теперь с помощью стопорного кольца будем регулировать его фор. Дальше надеваем вертлюжок. Маленький карабинчик. И привязываем его. Есть много разных методов, вот, три из них указаны сзади на упаковке вертлюжка. Выбираем, кому какой понравится, так и вяжем. Вертлюжок я привязал. Вот, все готово. Теперь заливаем грузило. У нас на один грамм, значит нам надо где-то 0,8, 0,6. Надо подбирать, пробовать, чем мы сейчас, конечно, и займемся. Отступаем от вертлюжка. Ой, ну катился. Отступаем от вертлюжка, где-то сантиметра, полтора. Много не надо. Итак, я попробовал 0,8. Оказалось много груза. Поставил 0,6. Получилось точно так же самое. Вот поставил 0,4. Потому что стопорные кольца имеют свой вес, пополок стоит идеально. Вода подходит под самый верх нашей зеленой полосочки. Вот, под самый, точнее под самый низ. Под ней, под нижнюю черную полоску. Почему под нижнюю? Потому что мы еще добавим вес крючка и приманки, значит, и оно должно стать ровно в желтую линию. Для этого она и нарисована. Значит, дальше. Пополок мы проверили. Стоит хорошо. Дальше, что нам нужно, крючок. Крючки для верховода. Есть самые маленькие, большие, что тебе нравятся. Я вот выбрал себе пятерочку. Красного цвета, под цвет мотыля. В прошлом году ловил, понравилось. Поэтому берем крючок, леску 0,12, в два раза тоньше, чем наша основная, чтобы мы основную не порвали. И вяжем леску к крючку. Кому как нравится. Той способ я не проказываю, потому что он не один, их много. И доказываю, что этот способ правильный или тот неправильный я не буду. Привязываем в крючок клетки. Делаем поводок. Я сделал поводок сантиметров 40. Но пока я его привязал к вертлюжку нашему, у меня осталось сантиметров 35-30. Для верховода такого поводка нам хватит за глаза. Вертлюжок. Почему я люблю делать снать с вертлюжком? Поскольку можно крючок с нашим поводком привязать на удал. И вдруг вы вам приехали на рыбалку, сидите, ловите верховода. Ваш товарищ рядом сидит на большой крючок, на большой поплавок. Ловит карася. Или окунь. А у вас крючок сильно маленький, плохо подстекаете. Вы просто с карабинчика удавку распутываете. Другой крючок привязываете. И вам не надо свистать менять. Не надо рвать, завязывать обратно. С вертлюжком все намного мобильнее и удобнее. Все, наша сна готова. Удачной рыбалки и хорошего клева. Спасибо. До свидания.